Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Сегодня 25 апреля и хочу сделать небольшой экскурс по саду-огороду. Что я здесь уже понатворила, покажу. Что посадила, что сделала. И поделюсь о своих впечатлениях. Первое впечатление, что сейчас раннее-раннее утро. Я встала в 6 часов утра. Вчера вообще в 5 утра. Вчера у нас полдня было солнце и тепло. Ну, а потом пошел дождик. И ночью шел, я просыпалась, так шуршал. Приятно по крыше. Посмотрите, вот туда вдаль. Посмотрите, как уже зеленеют макушки деревьев. Вот там вдалеке. Это, по-моему, Кривополянье там. А вот если совсем в горизонт смотреть, там посадка и поля. В общем, красота красивая. Ну, давайте расскажу, чем же я занималась буквально дня два назад. Во-первых, сделала вот такой парничок из Анечкиных храм. Это старые окна Ани. Видите, как они запотели. Значит, там тепло. В общем, я использовала забор. Вернее, его высокий фундамент. И сделала вот такой парник. То есть, я просто прислонила эти рамы к каменной стене кирпичной. Ну, там кирпич, пеноблок. Прислонила, нашлась... Нашелся... Как это назвать? Нашлась фанера. Вот вылетит из головы, так вылетит. Прислонила эту фанеру. К раме. Сделала фломастером. Как бы выкройку. Отпилила. И посадила на металлические уголки. Вот я приближусь сейчас. Вот вы видите эти металлические уголки. Пригодились. Лешек покупал их в дом. Думали, углы будем делать. Но мне не понравилось. И мы обошлись без них. Ну, вот они пригодились в огороде. Там я уже посеяла огурцы корнишона. Кабачок цукини. И просто кабачок. Когда потеплеет, это будет, наверное, месяц май, я просто забью колышки в землю, открою эти рамы, и привяжу веревочки вот прям к перекладинам забора. И так вот огурчики могут виться, идти вверх. Вот такие у меня планы. Посмотрите, как уже подрос чесночок. Уж не обессудьте. Чеснок я, Танечкин, сажала в декабре прошлого года. Вот она, красавица моя, уже ко мне бежит. Видите? Она каждое утро меня встречает. Я только открою дверь, она уже летит. Вот. Чеснок уже вырос. Тыкала я его вот просто, ну, насколько рука дотянется. Потому что уже было холодно. Естественно, все неровно. Все сикость-накость. Ну, зато немножко чеснока у нас в этом году будет. Хотя бы молодой сможем отведать. Вот здесь была клубника. Ну, как была. Она и сейчас есть, но это я уже пересадила. Что я делала? Я прям вилами подрывала, подкапывала эту клубнику. Вот остались еще клубни здесь. Вот некуда было сажать, но я их рассажу. Повыбираю и рассажу. В общем, все это вилами поподнимала. Положила вот сюда на дорожку. Вот еще такой кустик лежит вместе с земелькой. Очистила этот участок от сырников, потому что он был весь за рощей. И как бы не было возможности все там почистить. Я сначала попробовала, но у меня не получилось. И вот таким образом, всю клубнику подняв вилами, я вскапывала рядок, рыхлила его, проливала. Потом брала секатор, отрезала у клубнички все старые листики, старые корешки. Выбирала более молодые клубни. Кто огородник, тот, я думаю, понимает, о чем я говорю. Если молодые клубни у клубники, они такие вот, как тоненькие, тоненькие волосики, они пушистые. А сам основной, основной корень, если он уже застарел, он как ветка прям. Вот секатором этот, если такой клубень попадался, секатором этот корень я отрезала, а молодые побеги оставляла. И высадила вот здесь. Это благодаря ютубу я посмотрела такое видео, как привести в порядок старую клубнику, и чтобы она дала хороший урожай. Ну, там речь шла не о пересадке, а просто, как кустик обрезать старые. Кстати, вот эти старые листья нужно убрать с участка, потому что они разносчики болезней, ну, и тому прочее. Так я и сделала. В ведерко все это пособирала после обрезки и выкинула. Вот. Здесь 110 клубней, клубники. Посмотрела, почем нынче клубника. 5, ну, если выписывать с интернета, 5 штучек, ну, средняя цена где-то 450 рублей. Вот, подумайте, сколько я здесь заработала. Я посчитала около 5000. Не знаю, правда, что это за клубника. Мы ее еще не видели. Ну, во всяком случае, сейчас выглядит это красиво, какая бы она ни была. Но в этом году, я думаю, что мы уже будем кушать свою клубнику. Такая вот деляночка. Душа радуется. Прям вся попринималась. Стоит как солдатики. Идем дальше. Значит, вот этот куст, я не знаю, что это, но он стал пропадать. Я там, когда вырывала, рыхлила землю для клубники, там завелись муравьи. Друзья, подскажите, как спасти растение от муравьев. Я не знаю, может быть, у вас есть советы какие-то. Ну, естественно, чтобы растение осталось жить, а муравьи ушли. Вот здесь вот такие листики. Я не знаю, что это. Если оно выживет, я потом посмотрю, что это такое. Вот веточка молодая распускается. А это все, видите, сухарики. Сухари, все посохло. Здесь было некрасиво. Он стоял, сухой этот куст. Анечка приходила в гости, и мы с ней секатором это все пообрезали и выкинули. Вот ванная, которая стояла вот там у забора. Я ее врыла в землю. в этой ванной мешался раствор, я так понимаю, и она была с дыркой прямо по центру, вот там, по центру ванны. А когда делали пристройку в этом доме, видимо, либо где-то взяли эту старую ванну, в общем, вы видите, что в ней мешался раствор. А потом ее просто перевернули, и она стояла возле забора. Вот я ее врыла в землю, облагородива вот такими бордюрными штучками. В светофоре покупала по 89 рублей. Очень хорошая штука. Она, видите, толстенькая такая, но добротная. Я думаю, что прослужат долго эти бордюрчики, но и дешево. На самом деле бордюры очень дорогие. Как я заделала дырку. Если через воду вы увидите, там залит раствор. Это раствор наливного пола. Вот я просто сделала раствор и залила эту дырку. Сначала заткнула ее тряпкой, смочив ее в этом растворе, а потом просто вылила. И вот вчера этот раствор успел засохнуть, и уже потом пошел дождь. Это соседский вывод воды с крыши. Вы мне там говорили, ой, соседская вода течет вам, у вас будет там поток. Друзья, надо из всего извлекать положительное. Я считаю, что это плюс, потому что сейчас у меня есть дождевая вода, а как мы знаем, дождевая вода очень полезна для растений. Вот вчера уже, видите, пол ванны набралось. Можно будет что-то полить. также я здесь разбила грядку. Здесь был такой непонятный холмик. Оттуда я вытащила кучу железа, камней, сорняков. В общем, очистила всю эту земельку, взрыхлила и вчера посадила здесь лен. Вот лен здесь растет. Я слышала, что лен очень хорошо это сидират, который потом можно использовать как мульчу. Да и вообще эти голубые цветочки очень красиво смотрятся. Когда он вырастет, не будет видно некрасивой вот этой стены, этой трубы. Здесь, я думаю, будет хорошо. Пока лен, потом посмотрим, может быть, что-то со временем здесь переменю и посажу что-то другое. Вот вы видите, сколько я пырия накопала. Это все пыри. Вот вверх подняла это все. Потом, конечно же, все это выносить. Что тут только не было. И полиэтилен закопан, и какой-то кабель, и всякие прутья, и коробки пустые. В общем, кирпичи доставала из земли. Использовала вот эти пеноблоки. Здесь лежали. Вот такую вот грядочку сделала. А это все, конечно же, буду убирать. Да, кстати, лен буду еще, это мне Танечка подсказала видео, дала ссылку на видео. Спасибо ютубу. Лен очень хорошо помогает от колорадского жука. Будем сажать картошку с Лешиком в мае. И рядочек будем рядочек сеять лен. Во-первых, лен очень хорошо обогащает почву. Я слышала, что даже пырей не растет. Не знаю, насколько это правда. Ну, посмотрим. Вот. И как мульча он хорош. Видите, стульчик из светофора. Здесь я сижу по утрам, слушаю птичек и пью кофе и радуюсь жизни. Вот. Так что лен буду сеять в между ряде и между картошкой. А вдруг поможет от колорадского жука. Ну, посмотрим. Так. Идем дальше. Видите, вот эти колышки, это, наверное, я думаю, подвязывали помидоры. Они здесь валялись вот так россыпью. Все, я аккуратненько сложила вот там на трубе. Труба, кстати, наверное, от печки была, не знаю. Вот. Здесь я посеяла петрушку и укроп. Вот деляночка идет такая хорошая. А здесь у меня растет капуста. Сеяла под бутылки и вчера проверяла, она уже там наклевывается. Так. вот здесь хорошая вот где сейчас кошка пошла. Вот это вот грядочка лука. Хорошая такая грядочка лука севка. Покупала я тоже в светофоре недорого. Вот здесь тоже лучок. Ой, смотрите, уже полез лучок. Вот как дождик. Видите, друзья, прошел дождик и сразу лук полез. Видите, уже полез лучок. Вот эти баки. Это баки с водой. Округлим. По 900 рублей на 90 литров покупала в светофоре. Очень хорошая штука. Вот тоже врыла в землю, наполнила их водой, а не с крышкой. Крышка там, правда, не очень хорошо держится, но можно придумать, чтобы держалась хорошо, если надо. В них хорошо держать зерно, у кого курочки или какая-то живность, кролики, там, я не знаю. Вот. И как для воды. Вообще это позиционируется как мусорный бак. Я считаю, что цена приемлемая, хорошая. Смотрела я в интернете, эти баки начинаются от 2500 и выше. А тут 900 рублей, и это хорошо. Шесть штучек я купила таких баков. Вот два врыты здесь. Один я, наверное, поставлю, вот там тоже буду собирать дождевую воду. Вот здесь единственный есть что-то похожее на отлив воды с крыши сарая. Сарай, кстати, тоже надо перекрывать шифер старый. В общем, работа непочатый край, друзья. вот здесь стояли сливы, дичка. Все я попилила. Видите, вот эти сверху пленкой закрыты. Если видите, через пленку шуруповертом я там делала дырки и засыпала аммиачную селитру туда и через день еще шприцем вливала в эти дырки 70% уксус, чтобы погиб корень и естественно погибли вот эти все поросли от корня. А их здесь много. Может быть вы видите по камере вот я сейчас делаю акцент. Вот куст пошел расти, вот вот там вот куст. Это все поросли от которых нужно избавляться. Вот все 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 заросло. Вот по-моему пропал засох. И соль я подсыпала вниз. Откапывала куст вот оголяла корни и вниз присыпала солью, чтобы это все поскорее здесь вывести и посадить что-то более благородное. Может быть черешенку здесь посажу. Может быть вишенку ну в общем не знаю что-то буду сажать и чтобы это не дичка была вот такая гадость которая все заполняет. Если это не убрать здесь будет друзья лес. Благородные привитые деревья такие поросли не дают. Вот еще клубничка эту клубничку тоже хочу рассадить вот приблизительно вот так выглядела и та сторона где я рассаживала клубнику. Вот видите вырывала я эти поросли вырубывала. Вот здесь и одуванчик и вон вылез чистотел. Все это надо опять вилами поподнимать избавиться вот от этих старых это секатором отсекается и убрать с огорода то есть очистить кустик молоденький рассадить убрать вот эти одуванчики выкопать у них очень длинные корни в общем и вон одуванчики ну в общем нужно здесь заниматься секатором я вот чистила здесь еще не убрала вот эти вот ветки кстати от этих слив они все шли вот здесь по надзаборам тут бы был лес вот единственное это слива я от нее тоже буду избавляться может в этом году все-таки посмотрю что на ней будет в этом году может быть и не буду пилить вот она единственная здесь осталась все все сливы я поубирала яблонька вы говорили оставь яблоньку друзья посмотрите что здесь в яблонь посмотрите здесь и муравьи съели вот прям муравейник вот он и там вот это все красота там полое дерево вот дупло и там пусто поэтому скорее всего яблоня погибнет в этом году мы ее пилить не будем я постараюсь вот эту ветку отпилить она еле держится вот пошла вроде молодая ну в общем от этих паразитов избавиться от этих мелких веточек смотрите куда залезла на нет назвали морозь а вот вот здесь нужно отпилить может быть пообрезать вот эти лишние сучья поотпиливать может быть ну что-то будет ток хотя и сомневаюсь ствол дерево пол и все съедено яблоко старая вот здесь я тоже в копала корыто такое можно ноги помыть если очень грязные здесь дощечки постелила вчера я так и делала а это корыто видите там веревка я в него насыпала землю и затаскивалась на зиму в сарай и очень хорошо что я это сделала в общем земелька пригодилась я не мешала с той землей которые в пятерке покупала вот так же сделаю и по осени возьму это корыто вылью воду и заполнить землю и в сарай вот здесь вот такой парничок это дуги которые я покупала в том же светофоре вот тот же уголок по центру который держит эти дуги в уголке дырочки металлический уголок и вот так вот вот здесь я привязывала просто каната жгута жгутовым каната значит торцевую сторону я закрывала полиэтиленом только торец а это вот этот укрывочный материал видите как здесь полка вот так вот сматываем кладем палку закручиваем и в землю и все с одной и с другой стороны также и вот она стоит этот тепличка парничок и ветра были никуда она не улетает я конечно ее для большей надежности и вот еще металлический профиль положила и кирпичи но она бы и так не улетела там у меня тоже огурчики в общем думаю что тогда вырастет вот тут еще парничок сегодня просохнет немножко я и туда еще рамы есть можно вот еще продвинуть парник сделать чтобы использовать эту стену так что из минусов минусы превращаем в плюсы вот потихонечку все облагораживается и туалет этот завалим построим новый душ поставим может быть даже рядом вот здесь очень много земли вот это все уберется все эти старые доски все все вот это уберется сразу место станет больше со временем и вот этот сайт сарай уберем не вот тот а вот этот здесь планируем летнюю кухню поставить но не знаю в этом году это будет или не в этом потому что очень друзья много работы крышу надо в порядок привести покрасить сейчас пройдем вниз я вам покажу сколько слив я там попилила и тоже также брала шуруповерт делала дырки в пнях и засыпала медный купорос о нет аммиачную селитру прошу прощения вот видите видите сколько здесь вот этих порослей которые заполонили вот там тоже заполонили весь огород зачем нужны эти сливы конечно же они не нужны посажу какие-то здесь вот внизу посажу прям рядок очень хороших деревьев вот эти клены видите сережки уже какие висят казалось бы сорняк да и много хлопот с этими кленами семенами вот я вам сейчас покажу какой лес стоит здесь видите вот это вот все маленькие клинки вот они вот они это все надо поскашивать иначе здесь будет просто лес вот здесь будет у нас компостный компост двери поставим будем там делать удобрения в конце огорода никому не мешает ничего не воняет вот видите дырки уже почернело даже дна на от уксуса вот я делала шуруповерт там здесь дырки во всех пнях засыпала аммиачную селитру нужно было снять еще раз засыпать уже она вся всосалась уже там и нет это для того чтобы погиб пень и погибли все поросли ну которые от него шли вот она не увидела мой не срезать мне кажется все это нет вырвало вырвало вот это если не вырвать вот она идет нет эту не вырву если это не вырвать здесь будет лес споткнулась вот сколько слив раз два три четыре пять шесть вот там седьмая и вот там восьмая а я что-то шесть вам говорила там каком-то видео нет касается я больше попилила да вы мне там писали лена не выбрасывай друзья видите вот я подпиливала стволы от слив они здесь будут сохнуть и конечно же пойдут на костер для шашлыка очень вкусное мясо на фруктовых деревьях а вот то что макушки тоненькие вот все я там заложила за огородом за рабицы вот это меньше лезть будут вот все наверное все вам рассказала все показала ой 24 минуты уже с вами болтаю ну в общем на болтала вчера посмотрела видео как хорошо сохранить перец скоро же высаживать перец не любит солнце поэтому буду что-то думать скорее всего тоже буду перец укрывать вот таким укрывочным материалом если огурцы помидоры любят солнышко то перчик солнышко боится перчик хорошо растет в субтропическом климате а это много влаги и тепла поэтому буду делать скорее всего у меня есть еще одни дуги покупала но это мало потому что у меня 40 кустов перца даже больше вот скорее всего буду высаживать вот по той стороне чтобы ну там вот затянут забор укрывочным материалом и дает какую-то тень потому что вот здесь вот вообще будет палящее солнце вчера заказала на озоне затеняющую сетку это я вот для этой теплички потому что очень жарко будет огурца и надо будет их как-то спасать когда будет жарко буду прям накидывать сюда затеняющую сетку на эти рамы и я думаю огурчики скажут спасибо но все мои хорошие небольшая экскурсия душа радуется душа поет пойду что-то по дому поделаю немножко просохнет потом вылезу в огород я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока